Всем привет, дорогие друзья, с вами Павел Багрянцев, и в этом видео я бы хотел затронуть очень серьезную тему того, что много ребят мне пишут, которые действительно отказались от вредных привычек, они ведут здоровый образ жизни, они стараются свои мысли направлять в правильное русло, но при этом они становятся как белые вороны, они начинают чувствовать себя одиночками. И я думаю, нужно порассуждать обязательно на эту тему, я хочу высказать свою позицию, как этого избежать и что это вообще такое, как дальше идти по жизни. Но перед тем, как я это сделаю, я бы хотел вам порекомендовать одну конференцию, на которой я выступал в Петербурге этим летом, Питер Инфобиз. Это конференция про интернет-маркетинг, про развитие бизнеса через интернет, про различные маркетинговые штуки. Там собираются одни из лучших экспертов из разных областей, которые, собственно, покажут, расскажут на своем примере, научат, как можно развивать бизнес через интернет. Ссылка на эту конференцию есть в описании. Конференция проводится впервые в режиме онлайн, то есть, находясь в любом городе, вы можете принять в ней участие. Мне понравилось в прошлый раз, были интересные доклады спикеров, я даже свой отзыв оставлял. Так что ссылка есть в описании, пройдите по ней, изучите, и я уверен, что вы там обязательно что-то для себя интересное и полезное найдете. Так что идите на Питер Инфобиз в режиме онлайн. Я продолжу. Соответственно, про тему одиночек. Ох, как я, с одной стороны, вас понимаю, потому что я это сам прошел. Я вам хочу рассказать одну вещь. Несколько моментов сейчас, сделать несколько акцентов. Первый момент. Есть период жизни, мне сложно его определить точно. Скорее всего, это школа где-то до 11 класса. Школа – это очень замкнутая структура. Несмотря на то, что там много людей, но, по сути, весь ваш круг общения – это школа. И если вы во дворе там тусите, это какие-то дворовые друзья и, может быть, секция. И то очень часто эти круги перемешиваются. То есть, все. У вас школа – это замкнутый мир свой, которому вы посвятили на данный момент большую часть своей жизни, возможно. И поэтому альтернатив нет. В школе… Вот сейчас смотрите. Чем человек младше, тем менее он осознанный. Ну, вот смотрите. Родился младенец, он растет. У него, можно сказать, такие животные инстинкты. Поесть, поспать, то есть удовлетворить свои первичные потребности. У него нет силы воли, он капризничает, он манипулирует, чтобы ему дали игрушку, еще что-то. И этот период длится долго. То есть, молодой человек или девушка растет, возраст немножко прибавляется, прибавляется. Но все равно в юном возрасте еще преобладают вот эти инстинкты. И я скажу так, что это, наверное, до 11 класса. То есть, конечно, мы не ведем себя как младенцы. Но мы уже вроде бы поумнели, мы можем себя контролировать. У нас уже есть своя социальная жизнь, у нас есть уже свой опыт. Но к нам еще не пришла некая жизненная мудрость, потому что мы еще не прошли свои уроки. Не прошли свои уроки, потому что мы еще не взяли ответственность на себя. Мы еще не поняли, что такое ответственность. Мы еще не оказывались в очень плачевных ситуациях, когда ты неправильно взял на себя ответственность, когда ты неправильно принял решение, что ты сделал. Мы всего этого не получили. Мы еще под опекой родителей, старших братьев, взрослые люди на нас влияют, в том числе материально. Поэтому жизненная мудрость к нам не пришла. Но к единицам из таких людей начала приходить не то что жизненная мудрость, они интуитивно поняли, что нужно стремиться к чему-то большему. Что нужно развиваться, что я не хочу там жить так, как весь мой двор. Я хочу заниматься спортом, я хочу себя развивать. Я нашел там для себя какой-то пример, я хочу быть похожим на него. Я буду стараться делать то, что он делает. Это с одной стороны глупо, но в юном возрасте очень хорошо, когда есть для вас положительный авторитет и вы на него равняетесь. То есть вы его не копируете, вы на него равняетесь. Это круто. И вот из миллиона, наверное, у единиц школьников появляется такое осознание. И когда это осознание появляется, я сейчас говорю не только про школьников, это видео для взрослых тоже, между прочим. Так что смотрите, Павел Дело говорит, есть такой хэштег. Соответственно, один из миллиона, ну два, три, пять. И вокруг вас, скорее всего, не будет таких же людей. Или вы не знаете, что они такие же. Потому что мы все прячемся под какими-то социальными масками. Да, мы должны как-то в социуме быть, иначе мы будем как отщепенцы какие-то. И вот так и получается, что вы начинаете идти своим путем. Вы перестали ругаться матом, перестали бухать, вы не хотите курить, вам вообще все это противно. И вы получаетесь как белая ворона. И я вам хочу сказать, этот период, он будет и он должен быть. Что нужно делать в такие моменты? В такие моменты нужно максимально себя отвлечь саморазвитием. Идите в секцию, идите в какие-то сообщества, кружки, развивайтесь, занимайтесь общественной деятельностью. Находите единомышленников, пусть они еще не единомышленники в ментальном плане. Пусть они еще не осознали то, что осознали вы. Но и ладно. То есть нельзя окружающих обвинять. Это очень большой эгоизм, и это очень неправильно. И это ваш большой недостаток, если вы считаете, что вы лучше их. То есть я уже записывал на эту тему видео. Если вы саморазвиваетесь, а другие нет, или вам так кажется, и вы себя возвышаете, то считайте, что вы не саморазвиваетесь. Считайте, что, ну, грубо говоря, вы такой же лузер, только как-то типа под правильной маской. Вы лузер, только стараетесь быть правильным лузером. Потому что у них недостатки, они бухают, ругаются матом, а у вас недостаток, что вы считаете себя круче их, я такой особенный, найдите мне единомышленников, я весь саморазвиваюсь. Но это такой же лузер, как и те, кто уподобился животным инстинктам и губит свой организм, и показывает плохой пример окружающим. Вот. Поэтому не гордитесь этим, но я понимаю, что иногда в обществе, в котором, ну, слишком много такого, черноты такой, я знаю, что в нем тяжело находиться. И у вас есть два варианта. Либо вы в нем не находитесь, и тогда вы будете очень сильно одиноки в какой-то момент жизни. Либо вы в нем находитесь, но со своими принципами. И вот это и есть человеческий стержень. Вы хотите саморазвиваться. Что такое саморазвитие? Саморазвитие – это не прочитать книжку по тайм-менеджменту. Это не научиться ораторскому мастерству и просмотреть все мои уроки или купить курс. Саморазвитие – это не внедрить привычку, там, делать зарядку по утрам. Да, это все хорошо, это правильно. Саморазвитие – это еще брать какой-то вызов и находиться в каких-то обстоятельствах, которые тебя гнетут, которые вроде бы тебя тянут в одну сторону, но вы волевым усилием, развитием характера внутреннего стержня, внутренним стержнем, вы все равно непоколебимы. То есть вас не пробить. Я не говорю сейчас про крайности, я не говорю, что нужно общаться с наркоманами. Вот люди, которые достигают крайностей, с ними общаться нельзя. Потому что, к сожалению, я был молодой, глупый, и один мой приятель, который уже, к сожалению, оказался на том свете, они нюхали героин, они себе кололи вены, и они просили меня держать руку. Паш, там, подержи руку, я там накачаю вену, да, чтобы она вздулась, вспоминая все это. И они себе кололи и предлагали мне, вот, там, хочешь нюхнуть героиной и так далее. Друзья, это ужас. Это путь к смерти. Все люди, практически все, вот, кто тогда был и так далее, я никому не пожелаю теперь такой жизни. Кто-то умер, кто-то сидит в тюрьме, кого-то подставили, еще что-то. Это ужасное общество. Поэтому я сразу открещиваюсь от этой темы и берем такое некое большинство, да, вот, большинство людей, там, со своими банальными привычками, со своими банальными желаниями, с какой-то потребительской психологией. Вот их большинство. И среди наших знакомых, друзей таких тоже много. Но саморазвитие, это еще научиться принимать таких людей. Вот от крайностей мы уходим, мы с ними не общаемся. То есть даже если вам придется остаться одиноким, но у вас есть альтернатива либо общаться с наркоманами, или быть одиночкой, будьте одиночками. Поверьте, будет больше счастья в жизни, потому что там вы погибнете. Я расскажу, в какой период жизни потом можно из этого вырулить. Это очень сложно. Я даже не знаю, вот взял на себя как-то ответственность на это просто ждать. И очень боюсь сказать лишнее слово, чтобы вы не приняли это за правду. Поэтому, ребят, фильтруйте мои слова тоже. Если в сердце откликается, вы чувствуете, что это правда и истина, тогда, скорее всего, да, это стоит идти таким путем. Если что-то корежит, что-то не то, не ваше, даже если авторитетный человек для вас говорит, то не принимайте это. Все фильтруйте, пропускайте через себя, потому что, ну, не дай бог, неправильно понятое слово вы интерпретируете и совершите ошибку, потому что вот на вас повлиял какой-то человек, к которому вы прислушиваетесь. Поэтому я очень сейчас стараюсь как бы фильтровать свой разговор. Соответственно, вы этих людей принимаете. У меня, да, у меня был единомышленник, с которым мы саморазвивались. Мы ходили на, вместе там, на драки, на стрелки. Мы отстаивали справедливость, там, защищали наших одноклассников, философствовали. Хотя мы выпивали в тот момент. Мы вроде бы тоже пили алкоголь, нельзя нас было назвать такими идеальными. Мы в тот момент ругались матом. Но уже ментально мы уже были склонны к чему-то большему. Вот, поэтому я бы не сказал, что мы как-то сильно от кого-то отличались. Но нам хотелось саморазвиваться. И мы поэтому общались со всеми своими сверстниками, кто жил такой, ну, потребительской психологией. Просто потом, после 11 класса, вот это переходная точка. Я объясняю почему. После 11 класса, когда вам исполняется 18 лет, у вас появляется больше свободы в жизни. У вас появляется больше права выбора. Если в школе у вас практически нет права выбора, вам нужно получить корочку, пройти этот путь, ну, некий стандарт, то это уже рубрика от сердца получается, друзья. Вот. Я вообще планировал видео просто полезное записать. Получилась рубрика от сердца. Ну, ладно. Значит, от сердца. Так, зарядку к камере подключили. Продолжаем. Соответственно, поэтому у вас очень ограниченный социальный круг, и поэтому, конечно, вам не найти единомышленников, потому что у вас мало вариантов для выбора. Вы не можете вот выйти в жизнь. У вас ученический билет. Как бы на вас кто не посмотрит, вы везде еще дети родителей, как бы, да, маменьками, сыночки или доченьки. Соответственно, когда вы поступаете в институт, то вам уже дают больше браздов правления. Вы уже как-то передвигаетесь по городу. У вас уже есть какие-то возможности. Вас уже как студента где-то приветствуют. У вас есть какой-то статус. И есть уже больше права выбора. Вы уже там начинаете работать. Ну, есть студенчество, где вы до сих пор в рамках. Это там медицины, еще что-то. То есть есть очень жесткие вузы, где ты должен все пять лет быть в учебе. Но это для меньшинства, да. В большинстве вузов уже все-таки такая более активная социальная жизнь начинается. Но в вузе у вас уже больше возможностей найти единомышленников. Там, во-первых, к этому моменту еще больше людей созревают для того, чтобы понимают, что хватит бухать, хватит жить как все, что-то в этом неправильно. И, наверное, нужно меняться. То есть это приходит реально интуитивно. Но в вузе часто этого тоже бывает недостаточно. Потому что все равно еще все молодые. В вузе человек проходит некий этап такого самоутверждения, что он считает себя взрослым. Это, знаете, человек, когда получил права, через год или два года вождения самое большое количество аварий. Потому что он считает, что он вроде бы привык к рулю, что он крутой водитель профессиональный. И вот проявляя свой профессионализм, люди иногда разбиваются в лепешку. Вот то же самое в вузе. Я уже на втором-третьем курсе. Я вроде бы взрослый. Я все могу, все умею. И вот здесь жизнь, извините за выражение, начинает иногда нагибать. И показывает, что, парень, не все в твоих руках. Не все ты познал. Снись свой максимализм. Или успокойся. Либо тебя кто-то успокоит, если будешь слишком вылезать. В общем, вы получаете такой хард. Очень интересный жизненный опыт. И понимаете, что в социуме есть свои правила, свои законы, которым вам надо приспособиться. Вам их надо понять. И знать, как вы будете жить дальше. Так вот, про школу сказал, про институт. Можно остаться белой вороной, но шансов меньше. Потому что, в принципе, проще найти единомышленников. Потому что проще больше свободы. Уже намного больше свободы. И здесь вы уже начинаете, как бы, дышать полной жизнью. И в то же время вы развиваете себя. Как я уже сказал, саморазвитие, это в том числе, чтобы вы не поддались на вот это пагубное влияние общества. К сожалению. Да, которое есть. Я помню, как меня мои однокурсники подстебывали за то, что я на пятом курсе отказался от мяса. Я помню, как со мной все спорили, приводили аргументы. Я помню вот эти споры бесконечные. Для них это все было дико. И они, ну как бы, они пытались пробить мою броню. Но у них не получалось. Потому что за это время в институте я набил столько шишек, я получил такой опыт, что меня было не пробить такими банальными штуками. До свидос. Ни одному человеку так, даже самому умному, у меня есть такие ребята, гении. Ну реально гении. Там все олимпиады выигрывают, любого препода обсчитают, там по формулам и все. И у них реально эрудиция очень большая. И сколько бы они мне не приводили, когда мне даже было нечего ответить, они не могли меня пробить и убедить в том, что там мне не стоит, я там погибну через 5 лет, если буду вегетарианцем. Уже прошло там 10 или сколько, 12 лет, все нормально. Ну вот, как бы, к примеру. Хотя нет, прошло намного меньше. А вот когда вы выпускаетесь из института, все, жизнь началась. По сути, вокруг вас есть также тысячи и сотни тысяч осознанных людей, которые стремятся к саморазвитию. И шансов остаться белой вороной сводится, ну, к минимуму, потому что это может произойти только если вы сами абстрагируетесь от общества. Только если вы слишком загордились и считаете, что никто не достойный общения с вами, вы такой развитый. В других случаях я не вижу причин, чтобы вы были одиноки. Более того, вы можете найти вторую половину. Но я встречал в комментариях, ребята пишут, что я хочу и девушку, которая не пьет, не курит, вот такая вся замечательная и так далее. А это самое сложное, друзья. Найти себе такую вторую половину. Но когда я встретил свою жену, я ее не искал, я ее встретил. Просто жизнь меня сама с ней свела. И как раз таки это и получился тот человек, который на момент, на этапе жизни, так же, как и я недавно, так же и она недавно отказалась там от алкоголя, от всего, от клубной жизни и так далее, от всего молодежного, что было в институте. Мы как раз таки оба недавно отказались, я чуть подольше. И уже даже пришли к вегетарианству и уже познакомились вот на этой почве, да, и понял, что это большое счастье. И я еще встретил еще много таких людей. У нас целая компания. То есть эти люди начали приходить. Но они начали приходить все после института, когда уже пошла активная, бурная социальная жизнь, знакомство, знакомые знакомых и так далее. И уже хоп, и я понимаю, что на нашей свадьбе большинство людей не пьют, не курят, не ругаются матом, не едят мясо, стараются вести хороший, правильный, качественный образ жизни. Они отдыхают, они путешествуют. Это теплые, добрые люди, веселые, спортивные, активный отдых. То есть жизнь кипит, жизнь интересная. С каждым из этих людей есть о чем поговорить. Все позитивные, все умеют радоваться. Без алкоголя, без всего. То есть просто сидя, даже за пустым столом, все будут найдут чем заниматься. Это такое, знаете, доброе, благостное общество, скажем так. И таких людей все больше и больше. Вы не поверите. Вы найдете таких людей обязательно. Во-первых, не нужно ходить вот так вот с лупой и пытаться искать. Нужно просто жить открыто. Нужно искать возможности. Нужно развивать себя. Нужно ходить, ездить, познавать, знакомиться, вести разнообразную деятельность. Вот когда вы в действии, когда у вас работа, дом, слишком минимальные шансы, что вы это сделаете. Когда вы в действии, в позитивном, в активном, вот в жизненной фазе, когда узнаете, вы везде ездите в выставки, друзья, какие-то концерты, совместные поездки, вот тогда шансов встретить таких людей очень много. Очень. Есть категория людей, наверное, знаете, которые увлекаются эзотерикой, там, они такие очень духовные, йога, цигун, там, и среди них есть сыроеды, праноеды, много. Ну, то есть люди, которые так очень глубоко в это погрузились, вот они как-то очень быстро друг друга находят. Вы удивитесь. Вот у них просто сообщество, они как притягиваются, у них даже нет вопроса, как друг друга найти, они знают идти, куда идти, потому что полно семинаров, мероприятий, мастер-классов, и вы подбираете для себя вот ту аудиторию, которая вам близка. Допустим, лекции, онлайн-семинаров, сообществ, групп ВКонтакте, форумов, огромное количество, где полно людей. Вот. Хотите такую категорию людей, там, где все голодают по 40 дней, там, в йоге сидят, ну, пожалуйста, не хотите вдаваться в крайности, ну, хотите просто найти там единомышленников, трезвенников, тоже, пожалуйста, сообщество. Хотите найти просто людей, которые развиваются, ну, просто развиваются, там, обучаются, что-то пытаются делать, тоже, пожалуйста, вообще не вижу никаких, никаких, ни единой проблемы остаться белой вороной в жизни. Вы белой вороной, несмотря на все вот эти возможности, которые в жизни есть, которые она дает, несмотря на все информационные ресурсы, социальные сети и так далее, знаете, почему некоторые люди остаются белыми воронами? Я уже говорил об этом. Первое, они так загордились, что считают себя великими, достойными. Я знаю одну женщину, у которой не было мужчины, ей уже больше 50. Она хорошо выглядит, стройная, красивая, все замечательно. Она всю жизнь искала принца, но принца так и не нашла. Я уже не видел ее лет 7, просто у нас были общие знакомые, поэтому я не знаю дальнейшую судьбу. Но вот, искала принца на белом коне, хотя к ней и обеспеченные, состоятельные люди, да, подкатывали, приглашали на свидание, но все было что-то не то. Вот то же самое и с вашим образом жизни, что у вас может быть все что-то не то. Тогда вы точно будете белой вороной, тогда вы точно будете одиноки, без проблем. И не говорите мне, что у вас такой маленький город, еще что-то. Ребята, соцсети, онлайн, поездки, велосипедные туры. Сейчас даже уже люди без денег полмира объезжают. И вы мне говорите, что что-то вас ограничивает, нет каких-то возможностей. Ну вы чего? Серьезно. Вот, поэтому, друзья, я надеюсь, что эти 20 минут прошли не зря, что вы сделаете для себя выводы, вы пройдете эти уроки осознанно, и будьте в социуме, не отдаляйтесь, но просто сделайте так, чтобы вы влияли на этих людей, чтобы вы влияли своим примером. Понимаете? Еще есть одна крайность, когда вы хотите всех изменить. Мне кажется, отдельное видео по этому поводу надо записать. Наверное, следующий выпуск от сердца будет про это. Когда вы хотите очень сильно изменить родственников, друзей, которые курят, бухают вечеринки, как они не понимают, я пытаюсь своей девушке объяснить, она вот все тусит и тусит. Что делать? Ну, мне уже не хватит времени, потому что это будет еще на 20 минут. А мне нужно вот это видео, которое я сейчас записываю, выгрузить, чтобы вам показать. Вот так, друзья. Ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до новых встреч.